ну чё братишечки привет не ждали а вот так вот возвращаемся короче забрал я посылочку со сдека этот продукт я прокуривал на выставке в этих баночках после выставочки ничего не поменялось поэтому можно все быстренько собрать на скорости и рассказать о нем что это за продукт смотри это рили продукт рили с этим продуктом я был знаком на выставке с этим продуктом я был знаком до выставки с этим продуктом я был знаком до того как ему придумали название да такое бывает когда ты общаешься с людьми эти люди потом такие а у нас есть бабки и склады есть и оборудование есть тоже давай сделаем что-то хорошее и на самом деле таких людей очень и очень много но не у всех получается сделать что-то годное здесь мы видим что давайте просто прям начнем я не знаю с транспортировочной упаковки да она уже стильная то есть ты и такой получаешь смотришь на это и такой это же просто и очень очень круто открываешь и видишь вот такие вот братишечка красивые баночки с акцизиком с честным знаком все как положено что по крепости по крепости средний чок но при этом очень и очень жаростойкий крепничок средний чок прошу прощения а что у нас есть здесь по вкусам также что хотелось еще сказать а по консистенции все довольно таки здорово он не сильно водянистый он не сильно сухой если примерно брать в аналогии это не дейли хука и не спектрум да вот где-то вот посередине из особенностей есть вот такая баночка есть еще парочка тар вроде бы есть для хореки то есть с удовольствием вам там сделают наверное точно не знаю но примерно могу вам про это рассказать есть нормальная метода была ненормальная вот есть нормальная человеческая отрывная лента но от нее толку на самом деле нет почему потому что акциз может все испортно открывается все легко еще из особенностей а это сфер это вот такая вот сфера а то же самое мы видели примерно в табаке наш табак наш вроде бы первый кто сделал вот такие вот сферы но у табака немного у табака нашего немного переиграна тем что баночки прозрачные а сферы цветные поэтому это все поинтереснее выглядит а вот собственно консистенция final cut мелко-мелко нарезанный а не сильно переоромлены то есть нет такого что ты нюхаешь и там типа вау какие крутые ароматы вау как ебануться вкусно пахнет но ты забиваешь и сталкиваешься с реальностью есть такого нет также реле по изначально компания реле называлась real talk но потом ребятки подумали что это слишком сложно слишком заморочено ребята они простые и продукт у них как бы для простых людей и поэтому они назвались реле просто реле понимаешь но не суть давайте я сейчас уже больше про внутрянку этого продукта расскажу а прислал описание вкусов а почему именно здесь описание вкусов интересно потому что у них очень очень интересный вкус и например бородатые мальчики оценят вкус чурчхела все это конечно же в описании еще красивее поэтому я сейчас пойду схожу за кальяном и мы с тобой обязательно все это продолжим а пока эти хочу рассказать о том что такой же блог мы разыграем у меня в телеграм-канале ссылочка в описании я пошел за кальяном ну а ну а блять сладость ёбаная короче почему я говорил именно за вкусы а их всего 10 в первом дропе это у нас первый дроп и всего 10 вкусов и давайте я вам прочитаю описание интересных вкусов у них есть коктейль из свежего сока граната морковки и яблоко я его сейчас курю и это довольно таки интересно основная интересная особенность продукта это естественная аромочка знаете нет мультяшных вкусов а тот же гранат он очень хорошо кислит при этом яблоко отдает прям яблоком яблоком насчет морковки ну не знаю я не фанат морковного сока поэтому ничего не могу сказать алыча плюс манго тоже необычное сочетание я его не сильно много прокуривал но на 1 1 раз мне хватило чтобы понять что вкус не мой так виноградная вишневая фанта это интересно вкус популярной апельсиновой газировки с добавлением вишни и черного винограда как какой-то тренд на то что там есть виноград я его тоже не курил но думаю вкус очень интересный зеленый энергетик green energy drink это вот этот вот вкус он тоже довольно таки прикольный это вкус популярного энергетического напитка с добавлением ягод крыжовника и арбуза также там присутствует холодок кто любитель свежих вкусов это вполне норм ладно ореховое печенье когда ребята из рили приезжали сюда в ростов мы вроде сидели за этим же столом и как раз прокуривали вот это шоколадно ореховое печенье и она очень очень интересное интересное но чем что это идеальная выпечка то есть не скажу что это супер идеальный табак дайте по вам его нужно покупать и прочее но как вкус это очень очень круто это сладкая выпечка с немножко маленьким количеством орехов так цветочно-ягодный джем ну любителям клубники и малины и немного там амятки и лаванды это вот самый раз это прям заходит поэтому вот так теперь давайте поговорим уже по вкусам да по вкусам хуйня я знаю ребятки я не очень люблю разбирать эти вкусы потому что это полнейшая вкусовщина и то что я сейчас назвал что шоколадно-ореховые печеньки очень очень пиздатые и охуенные они лишь пиздатые и охуенные для меня прошу это учесть не факт что вам зайдет запомните почему дава ты не рассказываешь о вкусах потому что вам они могут не зайти понимаете поэтому я не трачу на это время но сейчас я решил потратить и реально вам доказать что это пустая ебаная трата времени давайте лучше поговорим о том что в принципе все почувствую при средней крепости для особенных людей я скажу что крепость примерно на пятерку 56 да вот 56 ну где-то вот чуть 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 ниже чем 7 жаростойкость отменная то есть чтобы его прогреть а полноценно чтобы он более-менее дымил нужно смело греть на четырех углях и на четырех углях первые пять минут его курить это особенно важно почему потому что какие говорил он не сильно жидкий он не сильно сухой и поэтому прогревая его на трех углях и вынося допустим гостю либо себе на двух как час многие привыкли экономить вы получите что дала допиздел нихуя он не дымный нихуя он не вкусный поэтому четыре угля греем на трех курим либо на четырех курим до первых таких звоночков пиздеца пожара восстанавливается очень легко восстанавливается очень быстро поэтому никаких проблем с этим нету что касается аромки как я и говорил она естественно натуральная здесь не используются какие-то мультяшные химические ароматизаторы поэтому вкусы не сильно яркий но очень-очень настоящий в этом и есть плюс что касается градации вкуса деградации деградации вкуса во время курения первые 25 минут все прям супер отлично все прям на максимал очки держится но при этом надо учесть что табак жаростойкий и раскрывается он во время покура только лишь через минут 5-7 вот и сел его курить 5-7 минут ты куришь так сказать на низком старте по ароматизации потом когда все это догревается это взлетает 25 минут это все работает в сумме у нас уже 30 а потом начинается плавное опускание плавное опускание идет по аромке но не по дымности и если ты не поменяешь угли а я крайне не рекомендую ребятки вам курить на вторых углях на третьих углях на четвертых углях как многие выдрачивают табак в чашке курите на одних углях ну максимум накиньте колпак потому что если говоря деградация вкуса пошла медленно у рила то дымность и ощущение что он остыл происходит очень быстро поэтому через минут 30 лучше накинуть колпак ну его нахуй да курите на первых углях шикарненько и отличненько не мучайте жопу еще что интересного заметил в этом табаке это в том что у него на старте нету парашного вкуса как у многих производителей ты забиваешь начинаешь курить и понимаешь что ебаная параша что я блять купил а потом только ты такой охуенно да круто здесь проек по ароматике в начале но это низкая ароматика она не залупно уебинская как у многих поэтому здесь все норм по накуриванию я к сожалению не могу сказать крепость явно не моя она для меня легкая и соответственно какого-то накуривания я не чувствую путь пусть для меня рил будет первой чашкой с утра пусть для меня рил будет последней чашкой дня без разницы по особенностям информации много можете зайти к ним в инстаграм он в описании там же собственно связаться с закупщиком а также так как ребятки новые на рынке соответственно возможно им требуются дистрибьюторы и ты можешь на свой город попробовать взять дистрибьюцию рила и возможно это будет вот хорошим таким решением для тебя но если ты обычный покупатель обычный юзер пользователь и курильщик домашний то попробую его где-нибудь найти либо заказать либо выиграй у меня блок в конкурсе который будет проходить у меня в телеграм-канале и соответственно что поделиться с ним друзьями и уже спокойненько все это раскурить поэтому это был дава дым это сад лаунж город ростов-на-дону я здесь бываю на сменочках поэтому хочешь покурить хорошие чашечки отдавы вот этими ручками то забегай сюда обязательно и это был продукт орил который произвел маленький фурор где на хука клап шоу чем а тем что у него есть вкус грязный ублюдок вот так дёрти бастард